Местом проведения тактико-специальных учений по гражданской обороне стали несколько зданий Казанского федерального университета и прилегающие к ним территории, а именно, главное здание ВУЗа, второй корпус и культурно-спортивный комплекс УНИКС. Они проводятся регулярно с целью совершенствования действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В последнее время особенно возросла угроза совершения терактов с применением беспилотников на объектах с массовым пребыванием людей. Именно поэтому 29 мая были отработаны действия всех служб ВУЗа в случае получения сигнала о возможной атаке его объектов беспилотниками. Два экипажа вне ведомственной охраны управления Росгвардии по Республике Татарстан были задействованы для оцепления территорий и обеспечения безопасности граждан. Также в учениях приняли непосредственное участие сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Отметим, что в истории Республики Татарстан и Казани в частности такие масштабные учения реализуются впервые. Большое количество сил и стрессов было привлечено. В частности это и были ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардия, медицинных катастроф, другие структуры. Все четко отработали, все дежурные службы вовремя поступали звонки. Диспетчер КФУ и штаб КФУ все вовремя принимал звонки и отправлял. Отдельное спасибо хочу сказать нашим институтам, нашим работникам, студентам, потому что вовремя эвакуировались. Руководством ВУЗа было поручено решить несколько задач. Наладить взаимодействие с силовыми структурами, понять, как действовать в реальной ситуации и отработать механизм действия университета до прибытия экстренных служб. Силами каждого из присутствующих на месте были отработаны пути эвакуации, правильность действия при выводе людей, характер допущенных ошибок и причин их совершения, управление оборудованием, аппаратурой, использованием защитных средств по технике безопасности и многое другое. Эвакуировано более 1200 человек. Включения по замыслу были в три этапа. Были три последственные вводные. Первое, то, что беспилотники выдвигаются в сторону города Казани. По этому сигналу мы отработали свои действия в режиме повышенной готовности. Второе, это уже в режиме воздушной тревоги, да, когда мы получили информацию о том, что прорвался там какой-то беспилотник до города, да, и произвели эвакуацию студентов и персонала университета в безопасные места. То есть это подвал у нас, укрытие, цокольные этажи. И когда уже по третьей вводной у нас беспилотник ударился в стену университета и возник пожар, мы тогда людей из подвалов вывели в безопасный район. Сценарий мероприятия включал аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Эвакуация учащихся и сотрудников из зоны чрезвычайной ситуации. По словам специалистов чрезвычайных служб и правоохранительных органов, такие учения жизненно необходимы для всех сторон. Это возможность изучить объект, пути эвакуации из него и, конечно, особенности места, в данном случае Казанского университета. В рамках этих совместных учений со всеми ведомствами и службами, а также с персоналом университета, отработали действия сотрудников МЧС при ликвидации последствий тушения пожара на этажах и спасения людей с этажей. Медицина-катастрофа обычно приезжает, скорая медицинская помощь обычно приезжает первыми на это место ЧС, как обычно это. И поэтому даже вот то, что мы оказывали сейчас медицинскую помощь, мы просмотрели пути эвакуации, смогли эвакуировать пострадавших. То есть это для нас огромный плюс, в том числе и для вас. Схема работы определена постановлением правительства Российской Федерации, приказами Министерства по чрезвычайным ситуациям и Казанского федерального университета. Отметим, что на место основных действий также прибыли коллеги из университета в Казани. Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Тимур Табаров, Ахмаджон Оев, Универ Новости.